Если почки не болят, это еще не означает, что с ними все в порядке. Этот орган имеет настолько большой запас прочности, что иногда первые симптомы обнаруживаются уже на третьей или четвертой стадии почечной недостаточности. Что необходимо знать для того, чтобы не пропустить болезнь? Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Мы работаем в прямом эфире. 202-11-22. Телефон, по которому вы можете позвонить, если у вас есть вопросы к нашему гостю. А дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи сегодня Светлана Попова, главный внештатный специалист Минздрава Самарской области по нефрологии, заведующая клиника диагностическим отделением нефрологии больницы имени Середавина. Здравствуйте, Светлана Минздрава. Добрый вечер. Еще раз напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Не упускайте, пожалуйста, возможности. Звоните, если у вас будут вопросы. Мы программу сегодня назвали «Немые и терпеливые». И это о почках. А почему этот орган вот так называют? Дело в том, что симптоматика со стороны почек, она крайне скудная. И при основной массе заболеваний, терапевтических заболеваний, почки никогда не звучат. Симптомов поражения почек нет. Заболевания протекают скрыто от окружения. У пациента ощущений нет. Мало этого, даже доктор, терапевт или врач другой специальности никогда не заподождает заболевание почек у пациента, пока не выполнит ряд лабораторных и других тестовых исследований. Даже при довольно таких продвинутых стадии почечной недостаточности, мы потом, видимо, поговорим об этом, что такое почечная недостаточность, хроническая болезнь почек. Даже при продвинутых стадиях ощущений у пациентов нет, что формирует такую сложную, опасную ситуацию, довольно позднего обращения по поводу заболеваний почек. А вот я нашла информацию, что несколько лет назад на совместном совещании ООН и Всемирной организации здравоохранения была даже болезнь почек, ну, почечная недостаточность, наверное, признана пятым кандидатом на болезнь убийцу после сердечно-сосудистых, онкологии, легочных болезней, диабета. То есть это все-таки такая нешуточная вещь. Да, это так на самом деле. И все эти годы, последующие годы после провозглашения вот этого постулата, они показывают в действительности эту ситуацию. Ситуацию увеличения количества пациентов, которые страдают хронической болезнью почек в том или ином виде. И самое неприятное, самое опасное в этой истории формирования хронической почечной недостаточности, которая рано или поздно приводит к терминальной стадии почечной недостаточности и нуждаемости уже в заместительной почечной терапии. Вы знаете, когда набираешь в поисковике врач-нефролог, поисковик неизменно исправляет на невролог. Он, видимо, не очень хорошо знаком с такой специализацией, как нефрология. Давайте, наверное, все-таки начнем программу сегодняшнюю вот с этого. С какими болезнями имеет дело врач-нефролог? Вы знаете, нефрология – это довольно молодая специальность, несмотря на то, что знания по нефрологии известны нам еще с 18-го, с 19-го века. Но бурное развитие технологий, диагностических, лечебных технологий, развитие фармакологии позволило нам вот буквально в последние несколько десятилетий приблизиться к лучшему пониманию заболеваний почек. Поэтому диагностика улучшилась, выявляемость улучшилась заболеваний почек. И глубинные механизмы повреждений почек при различных заболеваниях мы тоже стали знать. Кроме того, есть такой метод исследования, он не так широко, конечно, применим, для него нужны специальные, очень точные, серьезные такие показания. Метод морфологический, метод нефробиопсии, когда мы можем изучить в микроскопе состояние ткани почек. Для этого нужна частичка почки? Да, конечно. Для этого существует ювелирное оборудование, визуализирующая техника, с помощью которой мы можем произвести эту манипуляцию. Очень сложная сама диагностика, окраски очень сложные, которые позволяют нам выявить заболевание, пролить свет, в конце концов, на то, о чем мы 50 лет даже не совсем себе представляли. Даже вот события, допустим, последних 15-10 лет свидетельствуют о том, что привычные заболевания, в нашем понимании привычные заболевания, которые достаточно уже хорошо изучены, кардиологические заболевания, сахарный диабет, различные заболевания, которые касаются свертывающей системы крови, так есть все новые и новые открытия научные, которые в практике уже применимы и позволяют нам довольно редкие состояния диагностировать с помощью этого метода. То есть количество болезней почек увеличивается, растет, становится разнообразнее? Понимание этого, да. Но если, допустим, 18 век разделил, научное сообщество разделило на две группы заболеваний, почек гламирулярные, интерсициальные заболевания, что в настоящее время представление о почечном заболевании настолько глубоко, что представлено огромным перечнем самых разных заболеваний, которые по течению своему, по прогнозу, по тому, как мы будем лечить эти заболевания, составляет огромный список в настоящее время, и в том числе это стало возможным с введением в клиническую практику морфологического исследования. Светлана Ивановна, ну, если тут слышишь почки и больница, например, то сразу что приходит на ум? Ну, пила нефрит, либо камни в почках. Вот как-то больше фантазия ни на что не работает. Ну, да, это применимо, наверное, здесь слово фантазия, термин фантазия применим, потому что это наиболее распространенное знание, которое применимо к патологии почек. Но на самом деле, конечно же, пациенты, которые обращаются за консультативной помощью, в 96% это пациенты с микрососудистой патологией. А эта микрососудистая патология, она обусловлена и сформирована такими очень распространенными заболеваниями, с которыми хорошо все знакомы. Это гипертоническая болезнь, это сахарный диабет, это ожирение. Ну, нравится этот термин или не нравится, но он научное хождение имеет термин, который тоже приводит к формированию микрососудистых нарушений и приводит тоже к хронической почечной недостаточности. И этих пациентов 96%. То есть основной пул, основная масса вот всей патологии и вот этой проблемы хронической болезни почек, которая течет абсолютно бессимптомно, она сформирована именно этой группой заболеваний. И что еще очень важно, что все-таки в настоящее время достижения и методов лечения сосудов самых разных, и фармакологические средства позволяют все-таки выживать пациентам с тяжелой патологией, жизнеопасной патологией, сохранять жизнь. И это приводит к увеличению продолжительности жизни. Давайте ответим на вопрос сейчас телезрителей и продолжим этот разговор. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ага. Да, мы слушаем вас. Добрый вечер. У меня, здравствуйте. Да, 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 пожалуйста, говорите, мы вас слышим. У вас есть вопрос? Да, у меня поручил ограждение. На двухсот такое. Я сразу вышел в больнице, а я сказал, что я нужен, а у вас к патологу. Что-то у вас больше не порядке. Он мне хотел записать, что я сделал. А сейчас я его прием к патологу, за 8-й августом. Что вы знаете, что я хочу? Ограждение мы учитали для меня. Я буду в 12-й августом, в 12-й августом, в 12-й августом и в 12-й августом. Там опять в 12-й августом и прочее. Это просто у меня. Да, спасибо, мы поняли. Я, кстати, этот вопрос тоже хотела вам задать. Вот какая связь между высоким давлением и при чем здесь почки? А вы знаете, здесь... И что делать вот нашему телезрителю? Да, спасибо за вопрос, но это очень частый вопрос. И таких пациентов у нас на приеме до 50%. Здесь ситуация, она двоякая, и она направлена друг на друга. Здесь может быть и первичная ситуация в почках, поражение сосудов, допустим. Мы часто находим у пациентов сужение артерий, которые к почкам идут, которые довольно хорошо лечатся хирургически. И проявляются артериальные гипертензии. Чем эта патология тяжелее, тем больше сужение, тем сложнее лечить такого пациента. И дальше возможна только хирургическая коррекция. А с другой стороны, что чаще всего мы видим, гипертоническая болезнь формирует микрососудистую патологию и, к сожалению, приводит к утрате этих рабочих структур, нефрончиков, которых 2 миллиона при рождении. Они утрачиваются постепенно, они мозаично из строя выходят, замещаются рубцовой тканью. И это приводит к хронической почечной недостаточности. Вот задача нефролога в такой ситуации разобраться, что же первично заболевание почек, которое сформировало повышенное давление артериальной гипертензии, либо гипертоническая болезнь, привела к формированию хронической почечной недостаточности? Не всегда это простой вопрос. А вот что сейчас можете вы на этот момент посоветовать нашему телезрителю? Я так поняла, что ему еще больше месяца ждать приема нефролога, а у него очень высокое давление. То есть мы пока не понимаем, что там какая связь, что ему сейчас делать. Есть такое неоспалимое правило, прежде чем сделать вывод, нужно обязательно посмотреть пациента, собрать анамнез, то есть историю возобнования, тогда ты ответить на эти вопросы. Но предположительно все-таки у пациента либо это гипертоническая болезнь, либо это ситуация, связанная со стенозом, с сужением сосудов, которые питают почки. Для этого нужно сделать определенный ряд обследований. Но экстренность это никакой не требует. Я думаю, что спокойно можно прийти на прием к нефрологу, спокойно можно разобраться в этой ситуации и понять, что первичное, что вторичное, и что делать в этой ситуации, избрать метод лечения. То есть до этого момента ему просто пока нужно бороться с повышенным давлением? Да, конечно. Скажите, много ли у вас на приеме бывает экстренных случаев? Вот мы же говорим о том, что почка заранее не предупреждает о том, что с ней не все в порядке. Как часто приходится радикальные какие-то меры сразу после приема принимать? Таких пациентов у нас, к счастью, мало. Еще 15-20 лет тому назад это было колоссальной проблемой. И пациенты, которые демонстрировали острую ситуацию, они вдруг оказывались пациентами с невыявленной хронической почечной недостаточности и уже нуждающейся в заместительной почечной терапии. Но сейчас таких пациентов у нас не очень много. И экстренные ситуации, они связаны чаще всего либо с невыявленной хронической почечной недостаточности, которая уже достигла стадии нуждаемости в заместительной почечной терапии, то есть проведения процедур диализа так называемых, то есть когда с помощью аппаратов проводится очищение крови. Ситуация другая, распространенная, это употребление токсических лекарств. Злоупотребление аналогетиками – это такая распространенная история. Особенно аналогетиками при лечении различных болей, чаще всего в пояснице или болей в суставах. И если это наслаивается еще на возраст, мудрый возраст, но, к сожалению, это очень часто приводит действительно к острым ситуациям и приходится справляться потом только в стационаре с этим. Еще такая нередкая ситуация, в этом году она нас обходит стороной в связи с погодными условиями, но в условиях жары, опять же, это чаще всего все-таки люди бывают такого мудрого возраста, это возраст до старше 60 лет, когда обезвоживание, забывчивость вовремя попить жидкости какой-то, ну, воды чаще всего приводит к тому, что уменьшается объем циркулирующей крови, это тоже может привести к острой почве недостаточности. Вот такие ситуации мы видим. Иногда мы недооцениваем инфекционные процессы, которые связаны с какими-то безобидными диареями, допустим, которые пациента самостоятельно дома лечат. Это тоже проблема летнего периода. Но другие ситуации, они более редкие. И на приеме у нефролога, при таком обращении, терапевтическом обращении, не хирургическом, терапевтическом обращении, их крайне мало пациентов. Это вот основная масса пациентов. Именно вот... А ваши пациенты, это в основном пожилые люди, или я неправильно вас поняла? Да. Ну, потому что 96% – это почвы недостаточности, которые формируются сахарным диабетом, метаболическим синдромом, ожирением, гипертонической болезни, которые привели к этим изменениям. Конечно, это возраст старше 60 лет. Вообще, по статистике, у людей старше 60 лет, не хочу всех больными называть, у людей старше 60 лет, в 40% обнаруживается, ну, в зависимости от географической зоны, от выявляемости, до 40% обнаруживается та или иная стати хронической почвенной недостаточности. Поэтому возраст старше 60 лет требует профилактических осмотров, требует ежегодной оценки функции почки. Если вы опоздали к началу программы, я напомню, что сегодня у нас в студии Светлана Попова, главный внештатный специалист Минздрава Самарской области по нефрологии через букву «Ф». Может, неврология прозвучать, да? Заведующая клиника диагностическим отделением нефрологии больницы Середавина. И мы сегодня говорим о болезнях почек. А знаете, вот, наверное, немаловажно еще проговорить такой вопрос, а чем чреваты заболевания почек? Ну, вот мы их не знаем, мы их не обнаружили, мы их не лечим. К чему это в конечном итоге может привести, что может случиться? Вот вы говорили до этого, что в 95-96% заболеваний почек сформированы гипертонической болезнью, с сахарным диабетом, ожирением, метаболическим синдромом, основные поставщики. И возрастом, да, и возрастом. Но с возрастом и распространено до тех заболеваний среди этой возрастной группы увеличивается. И поэтому эта патология, она вторичная. Первичных заболеваний почек на самом деле очень мало. И всегда мы говорим и проявляем тревогу и заботу в разделе уже сформировавшейся хронической почечной недостаточности. Вот сама по себе хроническая почечная недостаточность, она чревата тем, что она значительно увеличивает количество пациентов, которые демонстрируют разные сосудистые события. То есть это инфаркты, инсульты. И, к сожалению, не хочется произносить это слово, но потерю пациентов в результате вот этих очень тяжелых сердечно-сосудистых событий. Вот это, конечно, главная такая беда, это главные тяжелые исходы хронической почечной недостаточности. Но, кроме того, хроническая почечная недостаточность, она же проявляется другими изменениями. Их большое количество, этих изменений. И задача нефролога оценить все эти изменения у каждого пациента и провести коррекцию этих изменений. Давайте еще один звонок примем. Алло, здравствуйте. 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 А мне вопрос к Тепану Ивановне. Пожалуйста, мы вас слушаем. Тепану Ивановне, я лежачая больная. Только больная. У меня направление к вам личное на 20 июля. Понимаете, на прием. Но я лежачая, я не ходячая. Как мне быть? У меня направление есть. И она же крови. Вот у меня два вида. На сутки два раза забрали. Кровь на дому. Могу я говорить? Да. Вас как зовут? Как к вам обратиться? Да. К вам как обратиться? Нина Ивановна. Нина Ивановна. Уважаемая. Уважаемая Нина Ивановна. Нина Ивановна. В такой ситуации мы принимаем документы. Ваши родственники могут прийти на прием, принести все необходимые документы, в которых обязательно будет содержаться информация, которая отражает состояние почек, функцию почек, все повреждения почек. При этом вас осмотрит терапевт за день или за два до приема. На дому? На дому напишет осмотр. Терапевт оценит уровень давления, характер отеков оценит, симптомы, жалобы ваши. И вот с этим заключением мы проконсультируем вас через родственников ваших, когда они придут и предоставят нам все ваши исследования, которые касаются состояния почек. Нина Ивановна, надеюсь, вы сейчас слышали ответ. И, в общем, именно по такому пути нужно будет пойти вам и вашим родственникам. Давайте сейчас мы прервемся на минутку, узнаем, что произошло в здравоохранении региона за ту неделю, что мы с вами не виделись. В Самарской области снизилась стоимость жизненно необходимых лекарств, ажиотажный спрос начала весны прекратился. Минздрав России готовит к запуску единый информационный ресурс по анализу наличия препаратов. В регионе начал работу проект «Социальный координатор». В режиме одного окна люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут получить бесплатную поддержку. Это касается медицинской помощи, трудоустройства, образования и ухода на дому. Самарцы, вакцинированные от коронавируса с помощью препарата «Эпи-Ваккорона» могут пройти бесплатное тестирование на наличие антител в крови. Это можно сделать в Центре гигиены и эпидемиологии. Проверяться рекомендуют через 42 дня после введения первого компонента. На звонки горячей линии 122 начал отвечать голосовой помощник. Виртуальный ассистент информирует жителей региона о лечении COVID-19. В случае необходимости переадресует вызов в поликлинику или на станцию скорой медицинской помощи. Специалисты Хворостянской ЦРБ работают на новом эндоскопическом оборудовании. С его помощью эффективно выявляют патологию верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Это влияет на своевременность и результат лечения. Это программа «Звоните доктору». Сегодня мы говорим о болезнях почек. Доктор, а вот скажите, пожалуйста, многие ведь путают хроническую почечную недостаточность, о которой вы уже начали говорить, и хроническую болезнь почек. Это не одно и то же. Ну, это не одно и то же. Во-первых, а потом за время хождения термина хроническая болезнь почек, это уже несколько лет, специалисты абсолютно различных областей медицины хорошо различают эти понятия. Хроническая болезнь почек объединяет в себе все заболевания, которые могут быть в почках. И все, что обнаруживается при ультразвуковом исследовании, можно найти, камушки, допустим, какие кисты самые разные, удвоение почек. Мы можем найти изменения в анализе мочи, белок или появляющиеся электроциты, которые не должны присутствовать, или повышенное количество лейкоцитов. Это могут быть изменения, касающиеся функций почек, расчетных показателей функций почек. И это все объединяется единым понятием хроническая болезнь почек. Но каждый орган призван какую-то роль играть, определенную, строго назначенную природой. И каждая функция, каждая работа органа, а у почки много разной работы, и не только введение шлака, введение воды, регуляция артериального давления, которое не должна приводить к артериальной гипертензии, противостоянию артериальной гипертензии. Это и выработка различных активных веществ, с помощью которых, например, у нас вырабатывает красная кровь гемоголовин. Никак без эритропоетина, который вырабатывается только в почке, не будет у нас хорошего гемоголовина. Это регуляция костной системы с помощью регуляции кальциевого обмена. Огромное количество самых разных функций в почке. Но есть определяющая базовая функция этого введения шлаков. Количество крови, которое очищается за минуту, оно должно быть стандартным. И цифра эта рассчитывается для каждого пациента индивидуально, но для всех она одинаковая, эта цифра 60. И в зависимости от расстрой принадлежности, возраста, гендерной принадлежности, мы рассчитываем этот показатель. Основой является определение уровня креатинина в крови. Вот о чём мы постоянно говорим, призываем. Определите уровень креатинина в крови, мы считаем глубокую ферракцию. Очевидно, мы сейчас уже начали говорить о том, как не пропустить, да? Всё-таки что тогда? Так вот, функция почек сниженная, которая в основном оценивается по очистительной функции почек, по введению шлаков и рассчитывается математически. Вот тогда, когда она снижается меньше 60, мы говорим о том, что да, почки не справляются с этой функцией, значит, и в определённой степени, и с другими функциями они хуже будут справляться. Тогда формируется так называемая недостаточность, недостаточность этой функции, количество недостаточных. И тогда мы говорим, да, у этого пациента есть хроническая болезнь почек с формированием хронической почечной недостаточности. И я так понимаю, что вернуть почку в исходное состояние это из области чуда, то есть окончательно справиться с хронической почечной недостаточностью нельзя, да? Но, очевидно, можно как-то с этим жить. К сожалению, этот процесс необратимый. Это необратимая утрата нефронов. Это замещение нефункционирующей соединительной ткани. Функции почки уже нет в этом месте. И задача нефролога, конечно, объединившись с пациентом, не с болезнью, объединившись с пациентом против болезни, решать вопрос о стабилизации. А для этого все факторы, все заболевания, которые привели к этому состоянию, к формированию почечной недостаточности, мы должны, опять же, взаимодействовать тесно с кардиологами, эндокринологами, терапевтами, врачами других специальностей как можно дольше сохранить функцию почек. У вас очень сложная работа. Ну, работа сложная, но очень интересная. И, вы знаете, часто приносит удовлетворение своей эффективностью, потому что современная фармакология нам представляет возможности продлить стадию почечной недостаточности, значительно замедлить скорость падения почечной функции. Вы знаете, за то небольшое время, которое осталось до окончания программы, все-таки очень важно проговорить, как не пропустить угрозу болезни. Что нужно? Может быть, есть какие-то обследования, которые вы бы посоветовали регулярно проходить? За каким показателем следить? Ну, вот прежде всего, в тех группах риска, о которых мы говорим, я уже боюсь, что я настолько многократно это сказала, что меня могут уличить в том, что я больше ни о чем не разговариваю. А мы надеемся, что уже это кто-то услышал. Да, кроме как о гипертонической болезни, об ожирении как самостоятельном факторе, о повышении уровня мочевой кислоты в рамках метаболического синдрома, о сахарном диабете. Мы говорим именно вот об этих заболеваниях. И если у пациента возраста старше 60 лет или есть одно из этих перечисленных заболеваний или состояний, конечно же, ежегодно нужно математически оценивать, количественно оценить функцию почек. Элементарно исследовать уровень креатинина. Один раз в год этого достаточно. И тогда вот эти начальные стадии, в которых профилактика, конечно, максимально работает, они не будут пропущены. Если нет ожирения, диабета и гипертонии, и не наступило еще возраст 60 лет, можно вообще не беспокоиться и не делать этого? Вот услужно вы мне вопрос задали, как-то мне в раз в раз плохо задали этот вопрос, потому что мы все время говорим о заболеваниях, о возрасте. Есть тревожные люди, которые хотели бы быть здоровы. Да, но если уровень креатинина нормальный, не уровень креатинина, а расчетная скорость клубочковой фильтрации, а у здорового человека она должна быть больше 80, больше 80. Калькуляторы, кстати, эти доступны. Сделав исследование уровня креатинина, каждый человек может открыть калькулятор, рассчитать показатели, которые называются, уважаемые зрители, называются скорость клубочковой фильтрации. И если она больше 80, можно спокойно, конечно, продолжать жить, ну, хотя бы раз в 5 лет, наверное, людям, которые тревожатся о своем здоровье, проверять этот показатель. Вот вы говорили о том, что большой урон почкам наносит принятие обезболивающих препаратов. Сейчас еще очень многие увлекаются всевозможными пищевыми добавками, и особенно в плане, кому не очень хочется работать физически, а хочется похудеть, то, в общем-то, принимают эти препараты. Что по этому поводу скажете? Ну да, это серьезная очень проблема, особенно с теми препаратами, которые не имеют информации о составе. У нас очень много БАДов, хороших БАДов, которыми мы пользуемся, успешно пользуемся. Это БАДы в основном растительного происхождения, российские БАДы, они все растительного происхождения. А те, которые с непонятными составами, непонятными ингредиентами, да, они несут в себе большую опасность. Ну, в частности, в последние десятилетия достаточно хорошо изучено такое вещество, как арестхолевая кислота. Это вещество токсично вызывает необратимые изменения в почках, и, к сожалению, если мы констатируем поражение почки и формирование почечной недостаточности, это свидетельствует о том, что там хронические процессы необратимые прошли процессы. Поэтому, конечно, вот бездумно принимать эти препараты, да и вообще их опасно принимать, эти препараты. Я благодарю вас за такой подробный рассказ. Конечно, не обо всем мы успели поговорить, но предупрежу тебе зрителей, что в будущем у нас еще планируется программа конкретно про почечную недостаточность. Поподробнее поговорим. А сегодня мы с вами прощаемся, увидимся ровно через неделю. Спасибо за беседу. Спасибо большое. До свидания. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова